Всем привет, друзья! Второй день Лиги Чемпионов уже был явно веселее первого. Здесь с нами несколько неожиданных результатов и яркий контраст между двумя взглядами на футбол, но и также продолжение страданий Интера в Лиге Чемпионов исключительно с точки зрения финального результата. Но перед началом обзора я хотел бы напомнить вам о том, что на сайте генерального партнера моего канала, компании MarathonBet, продолжает действовать нулевая маржа на целый ряд поединков. Например, на матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов PSG Manchester City, который состоится 28 сентября. Внимательно изучайте условия акции на сайте MarathonBet и убедитесь, что выше коэффициентов не бывает. Итак, в группе Боруссии пока все стабильно. Сама Боруссия обыграла на выезде Бешикташ, и Холланд продолжает держать статистику больше гола за игру в Лиге Чемпионов. Я так понимаю, сейчас несколько лет весь Манчестер Юнайтед должен будет работать только на Криштиану Роналду и на его голы. Но также я понимаю, что это вряд ли поможет, потому что есть полное ощущение, что Холланд будет бить. Рано или поздно хотел сказать, но скорее всего поздно, потому что до этого события еще много, наверное, лет. Но Холланд будет бить рекорд по количеству голов в Лиге Чемпионов, который сейчас принадлежит Криштиану Роналду. Потому что ну нельзя быть настолько стабильным. В прошлогодней группе Лиги Чемпионов, в которую в этом году заскочил Шериф, пока многое повторяется. Тогда Шахтер там проигрывал Гладбаху, сейчас проигрывает Шерифу. В данном случае я могу сказать только то, что говорил, например, вчера про Бенфику. ПСВ был намного сильнее, ну или, так скажем, просто сильнее Бенфики в квалификации Лиги Чемпионов, но в группу прошла именно Бенфика. То же самое касается и пары Монако-Шахтер. Монако был на порядок сильнее Шахтера, но не смог пройти их в квалификации. И эти тенденции продолжаются и на групповом этапе. Бенфика не смогла забить в Киеве Динамо, а Шахтер не смог обыграть более физически готового соперника в виде Шерифа. Потому что, кстати, тогда же Монако в квалификации не хватило в ответном матче явно всего лишь двоих футболистов уровня основного состава, которые бы сидели на скамейке запасных и вышли тогда, когда Монако начал немного проседать. И таковых двоих футболистов у Никаковача просто не оказалось на скамейке, и Монако устал и не выдержал. А Шериф готов. У Шерифа есть более-менее нормальная скамейка. Вот вам, пожалуйста, в данном случае Шахтер уже с 2-0 не отыгрывается. Второй матч в этой группе более статусный. Интер-Реал. Голевых моментов с игры команды создали не очень много. И это, в принципе, было ожидаемо, потому что главная задача на первый тур – это, конечно же, не проиграть. Разумеется, у Интера была задача желательно бы дома выиграть, но, в принципе, взять любые очки против Реала, хоть дома, хоть на выезде – это уже хорошо. Но задача задачей. Давид Алаба, например, как не был центральным защитником, так им никогда и не станет. Бавария это показала сборная, Австрия это показала сейчас, Реал это показывает. Потому что, ну, человек теряет все – и пространство, и соперников. Пока он кружится вокруг своей оси, Джека уже получает мяч за его спиной и готов пробивать по воротам. В этот момент Алаба убегает куда-то от него, а не за ним. Причем убегать от него не было никакого смысла. Да, есть вариант, когда один защитник начинает диагонально страховать, а ты идешь в его зону. Но это тогда, когда есть соперник, который, если что, будет еще сюда убегать. Здесь было понятно, что Джека уже выходит на удар. Алаба просто попрощался с ним, убежал куда-то далеко. На угловых он проигрывает даже без борьбы, чем вызывает недоумение даже у Милитао. Вот это и есть замена Серхио Рамасу. Интер же сзади работал точно так же, как он работал в прошлом сезоне. Вообще мало что поменялось у Интера в отношении структуры игры. Потому что у них новый тренер – это тот же самый, что и был раньше. Но фамилия только другая. И зарплату получает меньше. Потому что это то, что делал Инзаги Влаццо, мы же понимаем, что это то же самое, что делал Конте в Интере. Только у Конте был подбор футболистов лучше. На самом деле, если так подумать, то Интер неплохо отработал в это трансферное окно. С точки зрения перестройки команды такой минимальной, но при этом они убрали много расходов. То есть получилось так, что у них тренер такой же, но дешевле. У них теперь не Лукако, а Джекко. У них теперь не Хакими, а Думфрис. То есть структура вся сохранилась, но расходы стали меньше. Если задача была именно такая, то я считаю, что Интер с ней справился. Реал отыграл в обороне, но заметно хуже Интера, это мягко говоря. При контратаках Алаба продолжал разворачиваться спиной к нападающему, тем самым его теряя изначально. Он самоисключался из эпизодов, я так считаю. Потому что да, можно говорить о том, что он надеялся на Начо. Начо, который догонит Лаутаро Мартинеса, который несется в контратаку. Тут нужно тоже адекватно оценивать ситуацию на поле. Я повторюсь, Алаба самоисключался. Это катастрофа для центрального защитника. Хавы Реала тоже отыграли в этом матче. Я считаю, очень слабо, потому что они позволяли себя отрезать. Ну окей, отрезать-то можно кого угодно, но после этого вы должны же развернуться, работать назад. А они разворачиваются, стоят, смотрят футбол. То есть они не участвуют дальше в обороне. На самом деле в этом матче Реал много раз, как для игры мадридского Реала в Лиге Чемпионов, висел на волоске. Много раз. Оборона трещала во всех зонах. То есть даже когда они падают назад, но при этом не встречают соперника, их разворачивают и они не перестраиваются. То есть если они не перестраиваются при развороте, следовательно, у соперника есть свободные зоны в атаке. Потом объясните мне уже наконец, что это за игра на стандартах. Когда персональщиков у Реала аж целых двое, а набегающих из глубины футболистов Интера четверо. Остальные футболисты Реала почетно караулят линию своей вратарской площадки. Ну и как вы думаете, кто здесь выиграет мяч? Набегающий футболист Интера, либо футболист Реала, который закрывает свою зону и прыгает с места? Ответ очевиден. Я не понимаю на самом деле, как в этом матче Реал ничего не пропустил. В атаке во втором тайме Реал тоже был слаб. Потому что все, что они создали, это момент после того, как защитник Интера, который дебютировал в Лиге Чемпиона в этом матче, не смог вынести мяч со своей штрафной площадки. То есть атака уже была закончена, уже мяч был потерян, но защитник Интера, Демарко, по-моему, вернул мяч Реалу назад. И все по итогу решили замены. Но да, Анчелоти выпустил молодежь, но это можно было пережить. Потому что Инзаги тоже среагировал на это, он поменял двоих из троих центральных полузащитников. То есть он добавил немного интенсивности, чтобы Реал не давал даже мяч этим молодым быстрым футболистам. Но все решила одна дуэль. Одна дуэль. Виссино, который вышел на замену, и Камовинго, который вышел на замену. Виссино уступил Камовинге позицию без борьбы даже. Он выдернулся на него, в полупозиции остался. Камовинго его оббежал, тот пока отвернулся от него, упустил. Ну классика. Разрешил Камовинге получить мяч в своей штрафной площадке. Ну и все, дальше уже дело техники. Понятно, что причина гола не в том, что кто-то недоработал за футболистом, который забивал. Нет, причина гола в том, что вышедший на замену Виссино просто не сыграл. Вообще вышел и не сыграл. Просто находился на поле, смотрел футбол. А вот и вся Лига Чемпионов, на самом деле. Вот и вся. Реал отыграл плохо в обороне. Реал отыграл слабо в центре поля. Реал мало чего создал в атаке. Должен был получить минимум с двух стандартов. Это минимум плюс то, что еще немного Интер создал. С игры, с контратак, например. Но Интер проиграл. Реал выиграл. Идем дальше. Группа, в которой есть сразу несколько Атлетика Мадрид. Оригинал и Подражатель. Конечно же, в матче между собой эти команды сыграют в идеальный для себя футбол. Со счетом 0-0. Ну а Ливерпуль играл против Милана. Милана давно не была в Лиге Чемпионов. И лучшего соперника для возвращения в этот турнир было бы придумать сложно. Потому что Ливерпуль-Милан – это легендарное противостояние. И приехал Милан на Энфилд. И как начали их загонять. Когда все началось с такого прессинга Милана, в принципе, многое стало понятно. Потому что давать проводить Ливерпулю атаки сходу – это худшее, что можно придумать. То есть вы либо уже нормально прессингуете высоко и встречаете соперника в прием. Либо уже тогда сядьте всем составом назад. Потому что то, что вы делаете – это вообще не то, что надо делать против Ливерпуля. Наверное, Милану просто некогда смотреть матчи АПЛ, поэтому прием сложным забеганием Хендерсона на фланг, который освобождает зону для диагонального бегания Арнольда, они просто не знали. Или проворонили. Но неважно. Даже если они ничего из этого не знали. Все равно на ситуацию на футбольном поле нужно всегда реагировать. Это самое важное. Реально это самое важное в футболе. Потому что да, вы можете придумать себе 500 комбинаций, 600 схем, все что угодно. Вы знаете все про себя, про соперника. Но потом на поле все рушится. Всегда все рушится на поле. И ты должен принимать решение, что нужно делать. Вот в такой ситуации, когда, окей, Хендерсон ушел, увел за собой одного из соперников. И открывается эта зона для врывания Арнольда. Где Кисье? Где опорник, который обязан играть ближе к зоне мяча? Он просто обязан быть ближе к зоне мяча. Его нет. Он не реагирует. То есть, получается, что не прошло даже стольких минут, сколько лет не было Милана в Лиге Чемпионов, а они уже пропустили. Также Кисье идеально повторил то, что делал Висино против Камовинги. То есть, ничего. И на 13-й минуте Ливерпуль уже зарабатывал пенальти. И я думаю, что забивая здесь Салах, 2-0, быстрые 2-0. И Милан бы уже начал думать о том, как бы просто поменьше пропустить сегодня. Не то, что там где-то отыграться. Оборона Милана вообще непонятно, что защищала в первом тайме. Какие зоны, какие перестроения. Там уже такой хаос творился, когда все идут в зону мяча, видимо, после того момента с Арнольдом. Все начали идти в зону мяча. Остальные зоны свободны. Там один защитник закрывает огромное пространство. Там уже 2 футболиста Ливерпуля. И вот на такой ноте, так скажем, на вот такой волне Ливерпуль на 40-й минуте уходит на перерыв. Все, просто перестает играть, потому что ну слишком легко все идет. Вообще никаких проблем. Милан ничего не показывает в атаке. В обороне они тоже ничего. Мы создаем, создаем, создаем. Подходим, по крайней мере, все чаще и чаще. Ну, сейчас забьем. Сейчас. Ну, пока давайте уже во втором тайме. Давайте. Пять минуток до конца тайма, мы, наверное, уже там чуть-чуть. И все. И все. Пяти минут ослабления хватки хватает, чтобы Милан перевернул эту игру. Да, ненадолго. Да, но они все-таки попытались. Потому что все началось с того, что Ливерпуль нарушает систему прессинга. Да, там Салах не пошел на Кьяера. Потому что Салах и Ореги остались вместе на одном фланге. Почему, непонятно. То есть там буквально сделали рывочек. Потому что там рывочек движения на 7-8 метров вперед. И все. Вот вы уже держите свою структуру. Салах ее нарушает. Кьяер отдает первый пас. Отдает первый пас в зону, которая свободна. Но окей, Ливерпуль перестраивается. Защитники падают за линию мяча. Падают, но не все. Кейта до сих пор не верит в опасность. Брэйм Диас долго топтался на одном месте. Все как бы решался, куда давать передачу. А мяч под правой ногой. Ну, какая передача правой ногой? Но он все же находит это продолжение. Потому что Кейта не держит свою позицию. И я бы сказал, что после прошлого года я бы на месте Кейта никогда бы в жизни больше не выключался из эпизодов в матчах Лиги Чемпионов. Потому что после Мадрида и того, что там происходило, Кейта вообще должен на каждый матч Лиги Чемпионов выходить с таким настроем. Никогда нигде ни в чем не уступать. Всегда держать структуру. А он и здесь вышел. Пожалуйста. Находит передачу Диас. Дальше там Рэбич оторвался от Джо Гомеса, который изначально его взял, потом бросил. Но это уже следствие, это уже последняя фаза. Все. А причина этого первого гола Милана в том, что Салах и Кейта просто гуляют. Салах и Кейта уже отдыхают на сорковой минуте. Пять минут они просто не доигрывают. Это Ливерпуль не взбодрило. И они тут же получают второй. Опять выпустив соперника из-под прессинга прямо в паре метров от Клопа. Сумасшедшая вообще. И Милан выбежал в контратаку здорово. Пятером, по-моему. Потом они применили секретную комбинацию. Нужно прибежать все вместе в одну точку, в одну точку. Хоп, в рассыпную. И все. И 2-1. Игроков Милана ведь тоже не на мусорке нашли. Им дали шанс, они им воспользовались. Сразу же. Сразу. Ослабили хватку, получай. Ушли на перерыв на сорковой минуте, получите два. Еще до этого перерыва. Вот это тоже и есть вся Лига Чемпионов. Клоп сказал, что у него в принципе не было ощущения в перерыве, что Ливерпуль не закомбетчит. И он им кое-что напомнил. И больше футболисты своего тренера так не расстраивали. Больше так не ошибались. Больше не позволяли сделать Милану по сути ничего на Энфилде. По крайней мере таких провалов, которые были в концовке первого тайма, больше не наблюдалось. И Ливерпуль сравнял счет даже быстрее, чем забил первый гол в первом тайме. То есть там буквально вторая-третья минута второго тайма, а уже счет ничейный. Но меня в этой ситуации больше удивляют пара центральных защитников Милана, которые и не встречают соперника, и не работают за вбегающим Салахом, а просто смотрят. Смотрят, что будет-то. И этот матч Ливерпуль выиграет после углового. Бенассер, который на пару с Кисье тогда привез пенальти в первом тайме. Кисье не доработал за соперником. Бенассер сыграл рукой. Совершил ошибку, которая для меня лично стоит в одном ряду с ошибкой Лингарда. В матче против Янг Бойс. Вот в одном ряду. Потому что есть всего лишь одна зона, в которую ни в коем случае нельзя выбивать мяч после углового. Ни в коем случае. Если мяч летит на тебя, выбей его туда же, в аут, чуть по диагонали, но не туда, куда выбил Бенассер. Это единственная зона, куда нельзя. Можно продлить далеко, если ты чувствуешь, что ты перебьешь всех. То есть продли куда-то, вынеси мяч. Но выносить ее в 14... Ее. Ее. Мячу. Выносить мячу в 14-ю зону нельзя. Бенассер. Нельзя. Ну, Милан совершил слишком много ошибок, чтобы увозить очки из Анфилда. Ну и последняя группа. ПСЖ скрипит точно так же, как и это кресло. ПСЖ не выиграл на выезде сенсационно у Брюгге. Да, сенсационно, возможно, громкое слово, потому что Брюгге в последние годы прибавляет и прибавляет. Стабильно играет в Еврокубках, в Лиге Чемпионов. Удачно играли на Бернабеу. Все там, я согласен. Но здесь Месси, Неймар, Мбаппе. Тут ничего не может помочь. Даже в теории. Ничего не должно тебе помочь. И они начали вроде бы неплохо. Мбаппе удал голевую на Эреру. Потом Месси отдавал передачу на Мбаппе в огромнейший коридор. То есть все работает, да? Соперники на Месси ведутся. Мбаппе находит свободную зону, потому что все соперники ведутся на Месси. Месси ему вкатывает. Вот если бы Мбаппе еще отдал на Неймара, то вот вся тройка впервые забивает шикарный гол. Да сразу в Лиге Чемпионов. Но Мбаппе пожадничал. И они тоже встали. Встали, потому что нет никаких проблем. Они вкатывают, создают, выходят, пробивают. Да, там не очень много, но они играют в гостях. Им этого достаточно. И они останавливаются. Только встали и сразу получили. Сразу получили. В обороне играют точно так же, как и любые другие команды. Я имею в виду Парис Энджермен. То есть такие же разрывы между линиями, когда соперник несется в контратаку. А ты очень технично скоростная команда, которой в оборону работать и не обязательно. Все один-один. Получили. Сразу попытались собраться. Соболя оставляли один в один против Месси. Бедняга Соболь, он, конечно, допускал типичную ошибку любых защитников, которые работают один в один против Месси. То есть они боятся быть обыгранными и посаженными, как Буатенк. Поэтому они держат зазор. Но когда ты долго держишь зазор против Месси, и уже наступает дистанция для удара, надо уже сближаться. Ну все, ну пусть ты будешь обыгранным, но уже надо сближаться, потому что иначе это шанс для удара у Месси. И Месси простил. Потому что на самом деле там совсем немного, он попадает в девятку и все, и два-один. А там отыграется Брюгге второй раз у ПСЖ или нет, это неизвестно. Но Месси простил, и на этом, собственно, все. Ну все. Все, второй тайм, ничего. Там у Брюгге даже был неплохой эпизод, когда ПСЖ тоже начинает делать вот эту вот самую ерунду. Когда мы защищаемся так, как мы это себе придумали. А то, что мы защищаем зону, где нет соперников, у нас есть всего лишь один соперник, который там далеко, и до него дойдет Месси. Ну как бы все равно, мы-то выполняем тренерскую установку. Поэтому, ну, в такой группе любые очки, тем более на выезде, это хорошо. Но это же ПСЖ, смесенный Мара Мимбаппе. Ну какая ничья против Брюгге, ну вы смеетесь. Почти, но, конечно же, еще не дорос до руководства такими футболистами. Но надо расти быстрее. Потому что Леонардо тут вопросы решает быстро. Ну и полная противоположность игры двух Атлетико. Это матч на Этихаде. Манчестер, Сити, Лейпциг. Да, счет, конечно, ненормальный. Аномальный. 6-3, 9 мячей. Но давайте все-таки постараемся разобраться, что же здесь было основным. Что можно вынести из этого поединка, кроме того, что, ну, залетело слишком-слишком много. Во-первых, стандарты. Смотрите, стандарты. Лейпциг в обороне. Здесь все более-менее нормально. Здесь лучше, чем у Реала. Ответственно заявляю. Лучше, чем у Реала. Здесь смешанная оборона. 4 в 4 персональщики. Но АК никто не держит. От начала и до конца. Вроде бы как футболистов хватает. 4 в 4. Но АК никто не держит. Потом в обороне они настолько сильно боялись Дебрюйна, что отправляли на него пол состава. Оставляя на разрыв абсолютно всю свою центральную зону. Ну и защитник Лейпцига, понимая всю неотвратимость того, что сейчас дальше будет происходить, сразу забивает просто сам себе. Ну это, конечно же, шутка. Я надеюсь, что у него просто не получилось срезка на угловой. Он же это хотел сделать, да? Или он на полном серьезе пытался отдать своему голкиперу мяч головой с такого отскока сильного. И ты понимаешь, что сейчас голкипер может быть пойман на противоходе. И ты все равно это делаешь, отдавая мяч в творворот. Ну я надеюсь, что он не настолько псих. Хотя в динамике выглядело, что он действительно такой псих. Сити имел проблемную зону в обороне. Это зона, где играла пара АК Зинченко. Они там проиграют несколько ключевых дуэлей в этом матче. Но оборона Лейпцига продолжала вытворять какие-то уж вообще аномальные вещи. Потому что, ну вот продолжая эту тему с предыдущим поединком, сколько команд увлечены идеей играть в обороне в зону и играть в обороне настолько правильно, что вообще не обращают внимания на соперника. Потому что команды, которые тренируют, все команды тренируют перестроение в обороне, они исходят из того, что соперник в атаке будет играть идеально. Что если соперник переводит мяч на твой левый фланг обороны, значит сейчас пойдет подача. Если не подача, то кто-то будет вбегать обязательно в зону ближнего угла вратарской площадки. Кто-то, возможно, из глубины в середину. Вот все тренируют именно так. А потом игра наступает. И получается так, что Манчестер Сити атакует таким образом, что вот они переводят мяч на твой левый фланг обороны. И вы держите эти все зоны опасные, ближнего угла вратарской, перед воротами. Но все игроки Манчестер Сити находятся за вами. В зоне дальнего угла вратарской площадки, которую вы освободили, потому что вы изначально закрываете ближние зоны к мячу. Что правильно. По футбольной теории это правильно. Но вы красиво держите воздух. А все соперники там. И вы привозите себе пенальти. Это была практически копия матча Ливерпуль-Милан. По своему смыслу. Потому что Сити тоже видит, что все дается. Соперник лажает в обороне очень сильно. Мы будем создавать все больше и больше. И отпускает. Отпускает Лейпциг в прессинге. Как по мне, там начал выпадать Морес. Если я правильно понимаю задумку их прессинга, могу неправильно понимать. Но как по мне, там выпадал Морес. То есть он уже не выполнял свою работу в первой линии. Первая линия сразу отрезалась. И Лейпциг получал возможность для атак сходу. Дальше пошли самые предсказуемые моменты в футболе. Судья сбивает Дебрюйне. И зона для атаки Лейпцига открывается сама собой. То есть все, Дебрюйне исключился. То есть получается, что Морес справа в атаке и в прессинге исключается. Дебрюйне справа исключается. То есть абсолютно вся правая зона обороны, за исключением защитника Манчестер-Сити, уже отыграна. Следовательно, можно двигать мяч именно туда. Акке и Зинченко держат одного нападающего вдвоем. Как бы, ну, я понимаю, что так ваша вероятность победы над Андреа Силвой выше. Но все-таки человек, который сейчас будет забивать гол, он вбегает в одиночестве в зону прямо перед воротами. Конечно же, Акке немного просчитался. Вот уже 3-2. Морес по-прежнему плевал на прессинг. Вот просто плевал на прессинг, но зато начал в себя приходить Акке. И Сити вместо потенциальной контратаки на свои ворота, когда опять было отрезано уже много футболистов команды Гвардиолы, получает шанс для контратаки на ворота Лейпцига. Потому что Акке перехватил эту передачу, сыграл здорового опережения. То есть, по сути, он этим моментом компенсировал свою ошибку за второй гол Лейпцига, когда он вместе с Зинченко одержал одного соперника и неправильно занял позицию. И вот Гриллиш, Гриллиш, наконец-то, использует изоляцию для обыгрыша и удара. Кто не видел разбор игры Джака Гриллиша в своем первом домашнем матче на Этиходе, найдите его на канале. Там был сущий кошмар. Ну, как бы, это весело. Как мне кажется, то, что он делал в матче тогда против Норвича, если я ничего не путаю, это было очень весело. Вот здесь уже было правильно, а там была Ржака. Казалось, что это уже все. Ну, как бы, хорош. Уже третий раз Сити не подпустит к себе соперника, но прессинг Сити был по-прежнему плохим. А в обороне Сити по-прежнему играли Акке и Зинченко. Поэтому вот Лейпциг опять приближается, но Сити выручает пушка Канцеллу. И вот поэтому Канцеллу у Пепа и в фаворе. То есть, он может играть правого защитника, левого защитника, но самое ключевое, что Канцеллу может сделать вот это. Вот это. Сколько раз Александр Зинченко сделал подобное? Я помню один раз, когда его подача в матче Кубка Лиги или Кубка Англии против команды из какого-то 16-го дивизиона залетела в ворота. Но это была подача. Это не был вот такой удар. Пушка нужна, Саня, пушка нужна. А Анхелинио, бывший конкурент Александра Зинченко, вообще удалился в этом матче, потому что, наверное, у него было слишком большое желание доказать тому же Гвардиоле, что не надо было его выкидывать из Манчестер Сити. Тем более, что он тогда выходил несколько раз очень даже неплохо. А когда он перешел в Лейпциг, так вообще стало понятно, что вообще хороший защитник в плане атаки забивает, отдает. Но здесь он перестарался. Явно перестарался. А чтобы такого не происходило, Анхелинио всегда должен помнить правила настоящего мужика. Несмотря на победу в этом матче, я думаю, что у Гвардиолы могут возникнуть вопросы к Морезу в первую очередь, потому что такой прессинг никуда не годится, и к Аке и Зинченко. Потому что Сити, как и Ливерпуль, могли вообще не отпускать своих соперников, которых сразу у себя дома быстро взяли в плен. Оба этих тренера, и Гвардиола, и Клоп, стараются выстраивать игру своих команд таким образом, чтобы решать вопросы быстро, а потом играть красиво. Сначала решите, потом играйте. А здесь получилось так, что их команды выполнили сначала необходимые условия, вроде бы как, но эти условия оказались еще недостаточными. На этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится, комментируйте обязательно. Но самое главное вы знаете. Играйте в футбол. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...